Александр Николаевич Драняев – новый городской прокурор Сергеева Посада. Родился в 1977 году, окончил Кубанский государственный университет. Служебную деятельность начал в 1999 с должности следователя прокуратуры. Более 10 лет в разных должностях служу прокурором района в Тульской области. До этого исполнял обязанности прокурора Ножаюртовского района Чеченской республики в течение года. С 2018 года служил Тульским транспортным прокурором Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. И вот сейчас назначен Сергеем Посадским городским прокурором. Срок пребывания прокурора в своей должности, как правило, 5 лет. Максимум может быть 10 лет. Это связано с антикоррупционными мерами. Но в случае с нашим городом произошло переназначение. Игорь Викторович Даниленко был не ротирован, а назначен на более ответственный участок работы. То есть он теперь заместитель прокурора от субъекта Российской Федерации Тульской области. Также первый заместитель Сергея Посадского городского прокурора теперь назначен на более значимую должность ответственного Орехово-Зуевского прокурора. В моем случае также в предыдущей должности я служил менее 5 лет. И должность Сергея Посадского городского прокурора была предложена, поскольку являлась вакантной. Ну, наверное, с учетом личности, а также с учетом немалого опыта и в разных субъектах федерации, и в разных должностях. Сергея Посадская городская прокуратура разбирает более 3000 обращений граждан в год, более 30% из них по вопросам следствия и дознания. Прокурор сопровождает любое заявление о преступлении от поступления в дежурную часть до отбытия виновным наказанием. Много вопросов жителей по теме ЖКХ, экологии, работе судебных приставов. Причем в каждой местности, если говорить глобально, вопросы свои. В сельских районах, в той же Тульской области, там людей волнует, очень волнует транспортная связность, доступность власти, вопросы безработицы, поскольку ни для кого не секрет, что проблемы для окружающей Москвы и Московской области регионов, они существенные и важные. Если говорить о Чеченской республике, там список вопросов и проблем, но это было более 10 лет назад, там был связан с тогда еще шедшей контртеррористической операцией. Если говорить о транспортной прокуратуре, конечно, там своя специфика, и там вопросы таможни, вопросы РЖД, вузов РЖД, подразделений железной дороги. Опять же, вопросы качества услуг в Сергиевом посаде, это очень значимое, ну по меркам, наверное, в Московской области немало районов и больше по численности, но количество только направляемых в суд уголовных дел, оно более 1200 ежегодно. Прокуратура – это независимая от органов государственной власти структура, и главная ее функция – надзор за исполнением действующего законодательства. Не обошлось на префинге с журналистами без вопроса о необходимости носить маски и эпидемии коронавируса. Государство вынуждено реагировать на ее развитие и порой принимать меры, которые, может быть, поначалу казались недостаточно взвешенными, вызвали какой-то шквал обращений в суд. Все, что предпринимается, начиная от масочного режима, продолжая многоэтапной диагностикой, очень внимательным отношением к каждому случаю, даже признаков ОРЗ, мы обязаны это делать. Полиция снова активизировалась в плане административных наказаний лиц, не соблюдающих режим ограничений. Понятно, что это очень будоражит общество, раздражает и создает определенный негатив, но иного пути нет. Во время беседы сам прокурор был без маски, ведь иначе жители не увидят его лицо. Но были предприняты все остальные меры предосторожности. Впрочем, поговорить с прокурором могут не только журналисты. Каждый четверг с 14.30 до 17.30 Александр Драняев ведет личный прием граждан в маске. Продолжение следует...